Привет, ребята, добро пожаловать на Луну, меня зовут Карл, и я приготовил для вас это криптовалютное видео, и это очень-очень интересное интервью с Диди Тайхуду, моим другом, который знаменит тем, что он продал всё и зашёл на всю котлету в биткоин. Это будет абсолютно фантастический эпизод. Диди, как дела? Да, Карл, спасибо, что позвал на своё шоу. Я чувствую себя прекрасно. Я сейчас нахожусь в Мексике. Уже как пару лет мы вошли на все в биткоин. Мы встречались уже много раз с нетерпением жду возможности пообщаться с тобой вновь в реальном мире, где-то на планете, как это было на Капангане. И мы хорошо там провели время. Сейчас мы в Мексике, посмотрим, где мы окажемся в следующий раз. Точно, точно. Каждый из нас путешествует по миру, встречаемся в разных странах, это очень клёво. Я думаю, давай сразу к интересной части, потому что многие уже, наверное, знают тебя, но кто-то ещё нет. И я помню, потому что я знал про тебя ещё до того, как повстречался с тобой. Я видел эти видосы в Ютубе и заголовки в новостях про этого чувака, который продал всё, что у него было, и купил биткоин. Реально, на каждую копейку. И это была настолько фантастическая, захватывающая, потрясающая история, что она получила такой глобальный охват. Можешь ты объяснить нам, как это произошло, когда это произошло, и что тобой двигало в этот момент? Когда ты, по сути, просто продал всё и поставил всё, что у тебя было на биткоин, и также свою семью, по сути, правильно? Потому что твоя семья зависит от тебя. Да, это длинная история. Я постараюсь её немного сократить, потому что тогда люди, возможно, поймут состояние ума, которое стоит за этим выбором. Потому что для большого числа людей это выглядело сильно безбашенно. Но это не было настолько безбашенно, как люди думали. Потому что когда мне было 24 года, моей маме было 48, и она умерла. И я не мог переварить эти чувства, поэтому я стал трудоголиком. И я стал создавать свои компании, и за 14 лет я многого добился. И я начал майнить биткоин и доджкоин в 2013. Это продолжалось до 2014, я встретил первый обвал, конечно же, немного испугался, мне нужно было продать, чтобы окупить свои инвестиции в майнинговое оборудование. И потом, в конце 2014, мой отец сказал мне, это через 12 лет после смерти матери, и он звонит мне и говорит, что ему осталось жить год, у него рак, и диагноз таков, что он умрёт. В этот момент мой мир рухнул. Меня перестаёт волновать что-либо, ни бизнес, ни деньги, ни биткоины. Я нанимаю менеджмент, чтобы управлять моими компаниями, и решаю, что этот последний год, 2015, я проживу дома у отца, проведу эти последние праздники, Рождество, Пасху с отцом. Через год он умирает, я сильно выгораю, мне нужно менять жизнь. И в этот момент я решаю поехать со своей семьей в путешествия, поехать в трёхмесячное путешествие в Таиланд, просто перезагрузиться ментально и физически, мне нужно было вновь задышать. И в течение тех трёх месяцев я был довольно счастлив, имея только пару рюкзаков, а не мой огромный дом и джип широкий, и мой кабриолет, и всё, это шматьё. Я полностью освободился. В этот момент мой друг звонит мне в Бали и спрашивает, Диди, у тебя всё ещё есть твои доджкоины, твои биткоины? Да, но я на пляже в Бали, я не хочу сейчас проверять эти монеты. А он говорит, революция опять начинается. Она действительно начинается, нам надо входить. Вечером я проверил эти монеты, я позвонил сестре, у неё был мой лаптоп в Нидерландах, я попросил её открыть лаптоп аккуратно, потому что он старый, проверить кошелёк доудж, проверить кошелёк биткоина. У меня всё ещё был бумажный кошелёк в сейфе, она проверила, и всё было на месте. И я понял, что могу оплатить всё путешествие, которое на тот момент проходило в долг уже 6-7 месяцев, только с доходов от биткоина. И я увидел, как растёт комьюнити, и опять загорелся этот огонь. В 2016, январе 2017, я почувствовал энергичность, я захотел жить революцией. И я спросил жену, почему бы нам не полететь домой, продать дом, продать машины, продать всё, что у нас есть, твою одежду, твои туфли, детские игрушки, и вложить всё в биткоин. Поддержим эту революцию и посмотрим, что из этого выйдет. Потому что мы увидели на тот момент, из-за поездки по Азии, что 80% Азии не имеет доступа к финансовой системе. Большая часть моей семьи на островах Малуку не имеет банковских счетов, у них даже нет адреса, они не могут даже открыть счёт. И в то же время, я увидел, что есть эти инструменты, блокчейн и биткоины, они становятся всё более важными. И комбинация этих моментов заставила меня поверить, что за этим будущее. Я пропустил бум интернета и всё это безумие, и теперь я не пропущу бум блокчейна. И знаешь, мы были очень счастливы, просто путешествуя как семья. И всё перетекало в эту ситуацию естественным путём, где мы с женой согласились, что мы должны жить как пример для наших детей. И показать им, что жизнь не только про накопление финансов, но также про накопление счастья. И всё это вместе родило это решение, прилететь домой, продать дом за биткоины. И это было освещено прессой, и это история о том, как мы родились в семье биткоина. Это была краткая версия. Прости, всегда слишком много об этом говорю. Итак, скажи, пожалуйста, когда именно ты продал всё и ушёл в биткоин? На какой цене? В каком году? Мы начали продавать машины в январе 2017-го. Цена была на уровне 800 долларов, 1200 долларов. Тогда я продал джип широкий, кабриолет и мотоцикл. Потом мы полетели домой в мае, и тогда мы начали продавать дом, мебель и всё остальное. Одежду, игрушки. У нас были гигантские гаражные распродажи, где мы всё продавали. И все деньги, которые мы выручили, были переведены в биткоины. А дом был частично продан за биткоин и частично за фиат. Потом он тоже был переведен в биткоины. Я думаю, что последние наши инвестиции были в сентябре 2017-го. Это были мои пенсионные средства. Я тогда узнал, что у меня всё ещё есть пенсионные средства. Я был запасливым парнем, который сохранял годы каждый месяц. Я позвонил им и спросил, могу ли я получить мои пенсионные средства пораньше. Они сказали, да, но вы потеряете 40%. Я согласился. Я так сильно верил в биткоин, в то, что через пару месяцев я утрою эти средства. Так что я забрал свои пенсионные средства, тоже перевёл их в биткоин. И да, утроил их через пару месяцев. Конечно же, нам повезло. Круто. Значит, твоя средняя цена входа должна быть где-то от 2 до 4 тысяч долларов? Да, я думаю, что средняя около 3 тысяч, 3,5 тысяч. И потом, конечно же, в 2018-м мы начали покупать просадки. И мы не продали всё в 2017-м. Моих знаний не было достаточно, чтобы понимать, что это был пик рынка. Но немного мы вывели. Да, очень клёво. Имея такую отличную точку входа, как у тебя, я думаю, ты чувствуешь себя очень хорошо сейчас. Как твоя финансовая жизнь сейчас? Да, Карл, я всегда очень прозрачен и честен. Мы не делали это только для того, чтобы стать миллионерами. Потому что мы делимся с благотворительными организациями. И за дропа с 12 тысяч до 6 тысяч, и потом с 6 тысяч до 3. Я тогда этих дропов не ожидал. И на тот момент мы много отдавали на благотворительность. И внезапно я увидел, что моё состояние уменьшилось на 50%. А потом ещё на 50%. И в 2018-м, давайте будем честными, ребята, каждый месяц у меня семья из 5 человек. У меня 3 дочери, 15, 13 и 10 лет, которых надо кормить. И мы путешествуем по миру, и это дорого. И в 2018-м жизнь стоила нам больше биткоина в месяц. Сейчас мы живём год на один биткоин. Так что мы не стали баснословно богатыми. Но потом, в какой-то момент, я был на Копангане. Я встретил некоторых ютуберов. Они меня просветили. Диди, ты должен запустить канал. И всё начало опять вертеться. Ты научил меня, как использовать мою славу в этом нишевом рынке. Вместе с твоими знаниями. Да, для всех тех, кто не знает, мы встретились на Копангане вместе. Мы провели там много времени. И, как я понимаю, я также вдохновил тебя на создание своего ютуб-канала. Так что большой респект твоему каналу. Я оставлю ссылку на него внизу. Я думаю, ребят, вы обязательно должны заценить. Ты всё ещё грузишь ежедневные видео? Да, я до сих пор выкладываю видео каждый день. На момент нашей встречи я делал это раз в неделю, семейное видео. А потом из разговоров с тобой я понял, что ты знаешь, как работают алгоритмы ютуба. Вот почему я начал делать это каждый день. И я действительно получал от этого удовольствие. Это стало страстью. Да, да. Я помню, да, что я тебе сказал, делай видео каждый день. И делай простые видео, не очень сложные. Говори про новости, про цену, про то, что люди хотят услышать. И я думаю, блин, чувак, у тебя очень крутой канал. Ты так хорошо развиваешься. Очень много просмотров. И я думаю, что все должны пойти и заценить твой канал. Я очень счастлив, что ты последовал моему совету. И реально сделал что-то клёвое из этого. Так что очень круто. Я догадываюсь, что ты также получаешь какую-то дополнительную копеечку с ютуба. Да, конечно. Я всегда стараюсь не преувеличивать насчёт своего дохода. Но дела идут очень хорошо. Каждый может посчитать сам. Путешествовать по всему миру с семьёй из пяти человек в течение пяти лет стоит много денег. И мы можем себе это позволить. Мы всё ещё можем жить. Давайте скажем так. Если бы я захотел выкупить свою жизнь, которая у меня была, я бы смог это сделать. Я бы смог выкупить дом. Я бы смог выкупить машины. Я бы смог выкупить компании. Я бы смог выкупить всё. И после этого у меня бы осталось ещё. Так что мы чувствуем себя хорошо. И опять же, сейчас в Тулуме огромная часть от заработка с ютуба идёт на благотворительность. Я начал строить школу здесь в Тулуме. Я наткнулся на этот проект случайно. Я пожертвовал три тысячи долларов сам и плюс другие пожертвования. Они будут строить школу, футбольное поле. Наша жизнь целиком о том, чтобы служить примером нашим детям. Показать им, что отдавать тоже хорошо. И по моему мнению, я также стараюсь быть примером крипто-сообществу. Я из поколения X. Я 78-го года. Мне 43 года. Я хочу быть примером всему крипто-комьюнити. У нас огромные прибыли. Мать их гигантские. Иногда стоит поделиться с теми людьми, которые тоже должны получать прибыль от peer-to-peer проекта, который Сатоши Накамото запустил 11, почти 12 лет назад. Очень круто, да. Отдавать – это замечательная вещь. Я думаю, мы все должны не забывать про это. И твоя история очень вдохновляющая. И еще кое-что, что я бы хотел узнать у тебя. Что ты веришь, что сейчас произойдет? Поскольку ты в пространстве уже несколько лет. Ты продал все и купил биткоин по 3-4 тысячи долларов. Сейчас мы находимся на невероятных уровнях. Мы уже подбираемся все ближе и ближе к сотне тысяч долларов. Вот в данный момент мы стучимся прямо в 60 тысяч. Что ты думаешь? Увидим ли мы, что биткоин пойдет на 300 тысяч долларов? Или какое твое предсказание цены? Мое нутро подсказывает, что мы увидим копию 2013. Если вы наложите 2013 на 2021 и посмотрите на этот огромный логарифмический рост, у вас есть эта средняя линия, и мы только что пробились через нее на недельном и месячном графиках. В 2013 мы спустились к 21-му мувингу, так что мы можем подняться сейчас на 70 тысяч. А потом увидеть падение на 40% или 30% обратно на 50 тысяч. Посидеть немного между 50 и 60 тысячами, пока мы не наберем достаточное комьюнити, чтобы подняться на 100 тысяч или даже 200 тысяч. Я всегда думаю, что эти быки играют в игру, что когда луна полная, они толкают цену. Я надеюсь, что быки попытаются поднять цену 21 декабря 2021 до 221 тысячи. Я думаю, что это будет очень крутой момент получить такую цену в 2021 тысячу долларов 21 числа 12 месяца 2021 года. В конце концов, Карл, я в этом в очень долгосрочной перспективе. Ты знаешь, и я знаю, что спрос растет. Он только растет. Все страны начинают майнить биткоины, даже переоборудуют свои электростанции, чтобы майнить биткоины. Все эти многомиллиардные компании берут биткоин на баланс. Ему некуда идти, кроме как наверх. И в итоге мы увидим цену в 1 миллион долларов. В конце концов, мы увидим актив, соизмеримый с долларом. И я верю, что биткоин станет этим новым золотом 21 века. В комбинации с этой пир-ту-пир наличностью, которую все по всему миру смогут использовать. Да, я с тобой полностью согласен. Я суперпобычно настроен на биткоин. Я думаю, мы оба с тобой здесь в долгосрок и держим большую часть своих средств в биткоине. Я думаю, также оба из нас вдохновляют множество других людей делать так же. И я думаю, что у нас с тобой во многом похожая история, потому что... Потому что я работал продавцом в магазине в те годы, и я делал примерно полторы тысячи долларов в месяц. И я тоже клал практически каждый заработанный доллар в биткоин каждый месяц. У меня практически не было денег, на которые жить, и никто не принимал биткоин в Швеции. Так что у меня была похожая ситуация. Правда, у меня не было никаких активов, чтобы продать их и купить биткоин. Но все, что я зарабатывал, я клал в биток. Так что я думаю, у нас здесь похожая ситуация. Потому что каждый из нас был настолько уверен в том, что эта ставка отыграет биткоин, это будущее. И я думаю, что это показывает хорошо то, что вы должны делать свое исследование и знать, что вы покупаете. Потому что только так вы можете иметь уверенность, чтобы делать такие смелые, экстраординарные ставки. И я думаю, что это очень клево, что мы оба с тобой сидим сейчас, разговариваем и ходлям биткоин. И какой твой план? Скажи, ты собираешься забирать прибыли где-то? Или ты собираешься ходлить вечно? Что ты видишь в ближайшие 10-20 лет для биткоина? Многие спрашивают меня, какова моя стратегия выхода. Но у меня нет стратегии выхода. Я называю это своим планом приумножения биткоина. Это значит, что я просто накапливаю биткоины. Это значит, что когда мы приближаемся к вершине, и мы можем видеть это по многим индикаторам, это все в том числе и оффчейн анализ. Я немного переведу в стейблкоин. Может, даже использую их. Буду их стейкать, чтобы увеличить уровень дохода, который я смогу получить в этой DeFi индустрии. Частично я буду держать биткоины. И использую эти доходы, когда биткоин упадет до нового дна. По моему мнению, в район 40 тысяч, где-то в будущем, чтобы опять купить биткоины. И это то, как ты их приумножаешь. У меня нет стратегии выхода. И стратегия выхода означает, что мне придется вернуться к счету в банке. Что означает, что мне придется открыть его, потому что у меня даже нет счетов в банках. У меня есть только эти DeFi продукты, которые соединены с дебетовой картой. И ты можешь использовать их по всему миру. Так что у меня нет стратегии выхода, только приумножение моих биткоинов. Я называю это план D в Твиттере вместо плана B. Ты берешь свои средства, стейкаешь их, получаешь прибыль, шортишь рынок в медвежьем цикле, как ты делал. У тебя очень хорошо получалось слонговать рынок в нужное время с мелким плечом. И вы, конечно, можете делать противоположное с маленьким плечом шортить рынок в медвежьем цикле. И потом на просадке мы все начинаем покупать назад. И потом начинается новый четырехгодичный цикл. Я думаю, что медвежий рынок и боковые годы будут две зеленые свечи. Если ты посмотришь на годовой график, это будет нашим отпуском. Мы, наконец, отдохнем. Мы сможем насладиться жизнью немного больше, чем в эти бычьи годы. Да, да. Да, это очень клево. Я тоже жду, как отыграет этот четырехлетний цикл. Как, собственно, он отыгрывает последние 12 лет. Когда люди спрашивают меня, какой у меня план выхода, иногда я отвечаю им, что биткоин – это и есть моя стратегия выхода. Биткоин – это типа спасательная шлюпка из этого финансового титаника, который сейчас переживает фиатная валютная система. Мы оба знаем с тобой, что ее ждет крах в какой-то момент. И биткоин может быть нашей стратегией выхода из этой системы. Так что нет никакой причины, чтобы продавать биткоин. Зачем мне ходлить доллары, правильно? Так что, возможно, перед тем, как мы закончим эту замечательную беседу, может быть, у тебя есть еще какие-то интересные штуки, которыми ты хотел бы с нами поделиться? Нет, я не хочу слишком это растягивать. Я знаю, что ты очень занятой человек, Карл. Я очень рад, что ты позвал меня к себе на канал. Я думаю, что мы оба делаем это из страсти. Страсти к образованию людей. Я думаю, что мы должны подготовить людей к этому кризису. Мы должны удостовериться, что люди хеджируют свое состояние, защищают свои накопления, входя в биткоин. Я думаю, что ты проделываешь охренеть какую работу, и я тоже неплохо справляюсь. Я думаю, что нам нужно это продолжать. Мы должны убеждать и образовывать людей на тему того, что может случиться, и как они могут выйти из этого беличьего колеса. Как они могут изменить свою жизнь. Парой простых шагов. В конце концов, у нас всех есть невероятные биткоин-истории, которыми можно поделиться. Я думаю, что эти биткоин-истории будут уроком людям о том, как изменить жизнь. Как схватить жизнь за яйца. Просто поменять ее. Просто сделай это. Соверши прыжок веры. Просто верь в биткоин. И во всю эту революцию, в которой мы сейчас как комьюнити. Да, да, очень хорошие заключительные слова. И, ребята, все, я хочу, чтобы вы все сейчас прокрутили вниз, поставили лайк этому видео, потому что это феноменальная беседа, Диди. Как ты думаешь, мы наберем 10 тысяч лайков? Что ты думаешь? Я думаю, не то слово. Вы должны раздавить кнопку прямо сейчас. Шваркните посильнее. Я тоже так думаю. I think so. Окей, хорошего тебе дня, и увидимся в будущем. Спасибо, что позвал. Пока. Пока.